Мой сосед – миллионер. Почему работают одни, а богатеют другие? Секреты изобильной жизни. Авторы Томас Стэнли и Уильям Данко. Наше исследование богатства началось 20 лет назад. Мы исколесили почти всю Америку и общались с очень многими людьми. В первую очередь с жителями престижных районов. Как оказалось, многие обитатели роскошных домов и дорогих автомобилей не так богаты, как кажется на первый взгляд. А по-настоящему богатых людей почти не встретишь в тех самых престижных районах. Это открытие перевернуло наши жизни. Томас Стэнли, один из соавторов, перестал преподавать в университете, написал три книги по маркетингу для руководителей компании премиум-сегмента и стал консультантом в нескольких корпорациях, производящих товары роскоши. Он также стал инициатором нескольких исследований потребителей товаров и услуг люкс-сегмента для семи ведущих финансовых американских компаний. А вместе авторы этой книги провели сотни мероприятий, на которых делились опытом выхода на богатых клиентов. Почему всех так интересует наша работа? Все просто. Мы знаем, кто на самом деле богат, а кто просто шикует. А еще мы знаем, как самые обыкновенные люди становятся богатыми. Большинство жителей Америки ничего не знают о богатстве, в его настоящем смысле. Если у вас высокий доход, это не значит, что вы богаты. Если вы тратите подчистую свою огромную зарплату, то вы просто шикарно живете. Не более. Люди также не знают, как стать богатыми. Многие думают, что заработать состояние можно благодаря удачному стечению обстоятельств, вовремя полученному наследству, хорошему образованию и даже интеллекту. Это не так. Чаще всего богатство – это приз, который люди получают за жизнь, полную тяжелого труда, упорства, планирования и самодисциплины. Почему же я не богат? Многие люди постоянно задают себе этот вопрос. Особенно те, кто много работает, получил хорошее образование и теперь много зарабатывает. Миллионеры и вы. США сейчас находятся на пике уровня личных состояний. Частные капиталы в 1996 году превысили 22 триллиона долларов. Однако очень многие американцы довольно бедны. Почти половиной этой суммы владеют 3,5% семей. Это не значит, что остальные неудачники – более 25 миллионов семей – имеют годовой доход свыше 50 тысяч долларов. Более 7 миллионов – свыше 100 тысяч долларов. Но, несмотря на высокий заработок, они имеют крайне низкий уровень накопления богатства. Таким людям наша книга будет особенно полезна. Состояние типичной американской семьи – 15 тысяч долларов без учета стоимости жилья. Вычтем из этого стоимость автомобиля, мебели и тому подобного. В результате окажется, в большинстве случаев, что финансовые средства семьи, акции, ценные бумаги равны нулю. Сколько времени может прожить средняя американская семья, не работая? От силы – один-два месяца. Даже 5% социальной верхушки не так богаты, как кажется. Если вычесть указанные ранее расходы, их капитал составит всего лишь 60 тысяч долларов. А наше старшее поколение? Не будь у нас социальных выплат, половина американских пенсионеров прозябала бы в нищете. Лишь абсолютное меньшинство американцев имеют хотя бы самые обычные финансовые средства. Всего 15% имеют депозитный счет по краткосрочным ценным бумагам, 22% – депозитный сертификат, 4,2% – являются участниками инвестиционного фонда открытого типа по краткосрочным обязательствам денежного рынка. 3,4% владеют облигациями компаний или муниципальными облигациями, менее 25% – акциями, 8,4% – доходно-недвижимостью, 18,1% – государственными сберегательными облигациями, 23% – индивидуальными пенсионными счетами. Зато 65% американских семей вложили деньги в свой дом, а 85% – в один или несколько автомобилей. Как правило, машины со временем обесцениваются, а финансовые активы, напротив, со временем растут в цене. В этой книге мы расскажем о миллионерах, то есть финансово-независимых людях. Эти люди способны годами сохранять привычный уровень жизни, не работая. При этом 80% из них вовсе не потомки Рокфеллера или Вандербильта. Это обычные люди, первое поколение миллионеров в своей семье. Мы расскажем о тех, кто пришел к своему богатству постепенно, а не выиграл в лотерею или удачно сыграл на бирже. Газеты любят писать о разбогатевших в одночасье, но это лишь один шанс из четырех тысяч. Семь факторов. Кто становится богатым? Как правило, богатый человек – это бизнесмен, который постоянно живет в одном городе. Он владеет небольшим заводом, сетью магазинов или компанией, которая оказывает профессиональные услуги. У него есть жена, и он никогда не разводился. Его соседи – люди с куда меньшим доходом, чем у него. Он отлично управляет бюджетом семьи и умеет инвестировать. Он – миллионер в первом поколении. Богатые люди, как правило, ведут образ жизни, который способствует накоплению богатства. За годы наших исследований мы выявили семь общих черт, которыми обладают все люди, скопившие значительные состояния. Первое. Они живут намного скромнее, чем позволяют средства. Второе. Они эффективно распределяют время, энергию и деньги. Третье. Они предпочитают быть финансово независимыми, а не демонстрировать высокий социальный статус. Четвертое. Родители не оказывали им материальную помощь. Пятое. Они не оказывают материальную помощь взрослым детям, потому что те в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Шестая. Они следят за рынком. И седьмая. Они правильно выбрали профессию. В нашей книге мы подробно разберем каждую из этих черт. Надеемся, вы сможете воспитать их в себе. О наших исследованиях. Исследования, которые легли в основу этой книги, самые глубокие и масштабные научные работы о богатстве и способах его достижения. Многим из них предшествовали 20 лет работы. Нам удалось провести групповые и индивидуальные интервью с более чем пятью сотнями миллионеров и опросить свыше 11 тысяч респондентов с высокими доходами и или крупным состоянием. В последнем опросе, проходившем с мая 1995 по январь 1996 года, участвовало более тысячи человек. Каждый из которых ответил на 249 вопросов. Они охватывали максимально широкий список тем, касающихся привычек и поведения респондентов, планирование бюджета или его отсутствие, финансовые страхи и даже способы сбить цену при покупке автомобиля или подарков и денежная поддержка взрослых детей. В некоторых вопросах респондентам нужно было указать конкретные суммы, например, максимальный чек за автомобиль, часы, костюм, обувь или отпуск. Этот опрос стал самым масштабным из всех наших исследований и помог выявить конкретные факторы, благодаря которым люди становятся богатыми. Но мы не только опрашивали миллионеров, мы также потратили сотни часов на общение, расшифровку и анализ информации, полученной от финансовых консультантов и рыночных экспертов. Эти интервью помогли нам разобраться в процессах, которые лежат в основе создания накоплений. Что же нам удалось узнать? Чтобы стать богатым, нужно быть дисциплинированным, уметь себе отказывать и много работать. Вы и ваша семья готовы ради этого изменить образ жизни? Большинство, мы уверены, ответят отрицательно. Если же вы готовы отказаться от нескольких привычек и распределения своего времени, то вы не зря купили эту книгу. Она поможет вам сделать первый шаг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok